Рабочий понедельник в муниципалитете начался с аппаратного совещания. Глава района Разив Каримов отметил, что неделя обещает быть насыщенной на события. Предстоит открытие 35-квартирного ипотечного дома, открытие Нижней Бишевской школы и детского сада после капитального ремонта, открытие мемориальной доски знаменитому земляку, а также моста в деревне Новоспаск. Мост события долгожданно это станет одним из венев обеспечения безопасности дорожного движения в Заинском муниципальном районе. Разив Каримов поделился планами на 17-й год в этой сфере. Заинску надо уже думать о бизнесе. Транспорт 23-та, через город, это уже не дело. Не дело 21 века. Вот поэтому, конечно, мы будем подключаться по работе, значит, и по программе и на КАМ, значит, Павел Андреевич, так ведь, и развитие Закамской зоны инфраструктурного транспорта. Было бы, что нас поддерживают в этом смысле и Фарфа Олегович Комаров, как депутат. Значит, определенные уже нарисовки, бумаги, значит, документы есть по этим обиджимым дорогам. Мы здесь будем, это дальнейший наш этап работы, большой этап работы по транспортной инфраструктуре, вот это и есть. Конечно, это нас нечего освещения, дороги между Старым и Новым, Заинском, они все дадут включиться. Но основная масса, основной вопрос все равно будет транспорт через город, через улицы нашего города. Вот поэтому мы будем настраиваться, работать с Министерством дорожного хозяйства и транспорта уже в дальнейшем над проектом объясненной дороги города Заинска и Заинского муниципального района. Далее был представлен новый начальник отдела экономики исполнительного комитета Заинского муниципального района. Им стал Марат Хабибуллин. Далее состоялось вручение сертификатов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на сумму 100 тысяч рублей. Обладателями гранта лучший специалист агропромышленного комплекса Республики Татарстан стали ведущий агроном агрофирмы «Зай» Раиф Валеев, ведущий инженер агрофирмы «Восток» Александр Романов, ведущий специалист отдела кадров агрофирмы «Заинский сахар» Раиса Мусина, главный экономист агрофирмы «Заинский сахар» Венера Габидулина. В этом году все, что смогли, мы добились очень высоких показателей. По урожайности зерновых мы в Республике первые 37 сетевых гектаров 142 тысячи тонн валового сбора. Из них 108 тысяч тонн сдавали в элеваторы. В Республике больше 100 тысяч тонн никто не сдал. Сахарные свеклы вырастили 500 тысяч тонн. Эти награды были вручены неделю назад в пенсионхозе. Они выбраны среди всех специалистов Республики Татарстан, стали победителями вот этих грантов. Мы еще раз поздравим, желаем удачи, успехов. На следующий год сохрани показатели этого года. Далее были заслушаны доклады об оперативной обстановке и пожарной безопасности в «Заинском муниципальном районе» за минувшую неделю. Информация по сельскому хозяйству подведена итоги социально-экономического развития района за 10 месяцев года. Обсужден план подготовки к празднованию Нового года. А также были обсуждены вопросы, стоящие на контроле.